Музыка Пока что никто не может сказать наверняка, почему музыка так сильно влияет на наши эмоции. Заставляет танцевать от радости, чувствовать моральный подъем или грусть. Даже если ничто, кажется, не предвещало упаднического настроения. В 2001 году нейробиологи Энн Блат и Роберт Заторе из Университета Могила в Монреале, кажется, сумели найти ответ на этот вопрос. Используя магнитно-резонансную томографию, они показали, что у людей, слушающих музыку, которая им приятна, активны участки мозга, называемые лимбической и паралимбической областями, которые связаны с эйфорическими реакциями вознаграждения. А это, к слову, те же самые реакции, которые человек испытывает от вкусной еды. Ощущения приятного мозгового вознаграждения исходят от потока нейромедиатора, называемого дофамином. Помимо влияния на настроение, музыка является одним из конструктивных способов ухода от реальности. Надевая наушники, человек может абстрагироваться от внешнего мира, расслабиться, либо, наоборот, сосредоточиться на своих мыслях. Без музыки банально поступает меньшее количество информации. А будучи молодым человеком, жить без новой информации очень проблематично. В основном я слушаю позитивный музык, который мне его поднимает. Какую музыку слушаю, такое у меня настроение, грубо говоря. Музыка вообще очень сильно влияет на мое настроение, на мое состояние, потому что она поднимает настроение с утра, например. Нужно слушать бодрую музыку, делать зарядку, вечером более спокойную. Может быть, некоторые люди даже слушают музыку, чтобы уснуть спокойно. Если я просыпаюсь с каким-то грустным настроением, я и собираюсь под милухоличную музыку. А если, наоборот, солнышко на улице, весна все-таки пришла, то и музыка соответствующая. Музыка стала присутствовать во всех аспектах нашей жизни, даже тех, на которые мы не можем повлиять напрямую. Она играет в торговых центрах, в салонах красоты. Люди занимаются спортом под музыку. Главная цель любой коммерческой организации – это получение прибыли. Поэтому при перечислении выгод от использования музыкального оформления магазина в понимании большинства ритейлеров остается основное утверждение – музыка повышает продажи. Но действительно ли это так? Использование музыкального оформления не дает мгновенного прироста продаж и не увеличивает число посетителей. Но оно определенно имеет отложенный накопительный эффект. Покупатели привыкают к приятной атмосфере магазина, обращают внимание на объявления в эфире. Это повышает лояльность, что со временем отражается и на продажах. По статистике, 60% опрошенных россиян ежедневно слушают музыку. Это еще раз подтверждает, что она является неотъемлемой частью повседневной жизни огромного количества людей. Конечно, влияние музыки на настроение и музыкальные вкусы в целом – вещи индивидуальные. Но все же есть один бесспорный общий факт – уникальное и мощное искусство музыки способно вызывать самые разнообразные эмоции. Виктория Прохорова, Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универ Новости.